так друзья я вас рад приветствовать на нашем канале агулов тиви и сегодня у нас очень интересный человек особенно он интересен для меня но я думаю что он будет интересен для вас в него интересные взгляды на медицину вообще может быть здесь как бы такой настолько необычный подход что как-то я даже теряюсь и вот даже не знаю как вести себя потому что может быть я чего-то лишнего спрошу или ну что-то задам какой-то вопрос но я сам лично вот буду постараюсь впитать все то что он говорит и постараться использовать его в той теме в которой мы работаем оздоровительной теме и вот перед нами здесь михаил владимирович кутушев очень интересный человек вы наверно в интернете если вы зайдете наберете кутушев то вы удивитесь что у него там 13 работ научных что он награжден множеством медалей и не только скажем российского происхождения но иностранных государств это человек мира который живет то в израиле то в чехии то где-то в европе везде его принимают везде ему рады я хотел бы чтобы он рассказал об этой теме которая настолько интересно что она позволяет человеку скажем так и выживать экстремальных условиях и в то же время оздоравливаться ведь мы наше общество оно зависимо от того как мы себя ведем от того с кем мы общаемся что мы слушаем и вот я бы хотел еще раз представить михаил владимирович и задать ему первый наверное вопрос в чем необычность вот вашего подхода к медицине к современной ну я вам прежде всего хочу сказать что я профессиональный врач и хирург по специальности и токсикологию и защищался по токсикологии реанимации вот старшим работа у меня 45 лет значит я работал в основном в институте склифосовского еще при советской власти потом меня вызвали в барреланский университет с меня старшим научным сотрудником был 95 году и я работал там много лет и самое главное что я всю жизнь пытался соединить тибетскую медицину с западной медициной то есть я хотел как бы создать некую универсальную медицину но у меня ничего не получалось потому что вроде бы объект изучения один человек а подходы западной медицины и восточной они разные и поэтому я решил создать эту медицину ну так сказать с нуля потому что ее можно создать только одним способом это поставить между западной и восточной медицины фантом условно говоря который отвечал бы чаяниям и западной медицины и восточной медицины и таким фантом я нашел его оказался гидропротеиновый комплекс то есть мы на 80 процентов состоим из воды и на 16 процентов из белка все вместе это 96 процентов это и есть наше тело физическое если человеком 70 килограмм разобрать на вот эти части то получается 5 ведер воды и вот 16 вот такая банка белка вот и весь человек поэтому я пошел по очень простому пути если это так называемый ликвид кристалл то есть жидкий кристалл вы можете даже опыт дома провести берете стакан с водой туда яйцо без желтка смешайте посмотрите на свет и увидите что она полисцирует так как бы искрится и светится это и есть так называемое явление которое называется анизотропия анизотропа с переводится с греческого языка неравные направления так вот туску твердых кристаллов и у жидких кристаллов это основное физическое свойство и поэтому я стал изучать именно это явление то есть по отдельности и воду и протеины и все вместе как они функционируют как они взаимосвязаны я пришел к удивительному выводу оказывается вот эти миллиарды триллионы реакций которые идут в нашем организме они все детерминируются именно этим явлением то есть детерминируется это значит содержится но в порядке поэтому когда человек нарождается у него практически 90 процентов воды значит потом я изучал еще такое явление которое все прекрасно знает это щелачивание закисления значит вы я установил но это известные факты но я установил какие свои так сказать факты если мы берем допустим мума маленького ребенка ph мочи и слюны и у старика они будут различаться то есть потому что человек процессе жизни он теряет воду у старых людей воды уже где-то процентов 60-55 представляете разница то есть половина воды практически человек за жизнь теряет ph сдвигается с кислой со щелочной значит в кислую сторону причем это видно именно по ph мочи и слюны а вот ph крови постоянно остается это у нас постоянная величина независимости от возраста это 734 736 примерно вот но в зависимости от функционального состояния поэтому когда мы знаем вот такие параметры то мы можем на на основании этих параметров ставить диагноз то есть получается что этот гидропротеиновый комплекс живет своей жизнью это у меня в графиках таблицах все я все исследования проводил в израиле в самых лучших в лабораториях израильских то есть это наука чисто но только она немножко отличается от существующей медицины и биологии но удивительно что мы можем поставить и диагноз и лечить с помощью воды и этих и отыска частей то есть протеинов и самое главное основное еще как говорит тибетская медицина что все тайфуны начинается в океане а все болезни в кишечнике поэтому вы все прекрасно знаете что у нас от двух до шесть пяти килограмм бактерий в организме живет никого-то может поглоть и побольше да поэтому удивительно но тибетская медицина всегда оказывается права я имею до в стратегических таких репертных точках медицины надо к ней прислушиваться и западным исследователям я рекомендую просто тибетскую медицину изучить ну и можно китайскую так далее но лучше тибетская начать попроще и переносить вот эти вопросы которые неразрешимы в западной медицине они находятся в тибетской медицине поэтому вот у нас получается вода белок протеины и микробиотов кишечники причем вы прекрасно знаете что у нас 80 процентов иммунитета формируется первых бляшках тонкой кишки и поэтому я ввел такой новый термин его называю иммунопластика потому что в иммунологии вы знаете используется иммунокоррекция иммуномодуляция иммуносупрессия но они не учитывают как микробиота вот эти пять килограмм которые собственно говоря и влияют на иммунитет практически не упоминается это очень удивительно но факт это сейчас я извиняюсь фекалиях стали и американцы и западные ученые как скопаться раньше на на кишечник мало внимания обращали в плане физиологии в плане лечения метаболизма иммунитета и так далее сейчас слава богу хоть стали лицом поворачиваться вот поэтому я брал кровь молодых людей центрофугировал ее и в русалинском университете мы искали они за тропе нашли причем очень высокую потом я брал кровь старых людей очень старых у них они за тропе плавает у меня графики есть кому интересно потом я брал кровь естественно раковые больных потому что я онкологии практически уже последние 30 лет занимаюсь там оказывается нету же они за тропе это и за тропе то есть получается что раковые больные они и затроны что такое из от ропа с это равные направления то есть когда луч света проходит через кристалл он преломляется это они за тропе а когда лучше это проходит через стекло он не преломляется это называется изотропия и вот на основании вот этих данных можно ставить во первых я установил что это гидропротеиновый комплекс он живет как бы своей жизнью но совместно с биохимией с метаболизмом с кинетикой так далее но вот это физическое тело она обладает своими свойствами самым основным это анизотропии поэтому когда я я изобрел аппарат который я назвал мэдсис это для диагностики вот этого именно тела физического его состояние потом перед этим у меня был прибор на на он называется диссиметрометр то есть я вот у детей диссиметрию мере и что такое диссиметрия во первых анизотропии диссиметрия связаны в живых организмах потому что у нас белки обладает двойным отрицательным лучепреломлением они поляризуют цвет влево а строительные белки их у нас их у нас очень мало они поляризуют цвет право это раз днк поляризует цвет вправо это называется двойным положительным лучепреломлением а когда все это вместе образуется анизотропия поэтому кстати диссиметрия это единственное физическое явление которое присуще только живым существам на земле в неживой природе диссиметрии нету мне постоянно этот вопрос задают в чем отличается симметрия асимметрия и диссиметрия ну симметрия это вы все знаете когда пополам деле что-то она абсолютно совместима если асимметрия за пусть треугольник поделить неравнобедренный они оси он асиметричный то есть это все асимметрия лица видна и так но как только дело доходит до диссиметрии здесь возникает куча вопросов во первых что такое диссиметрия диссиметрия это геометрический как бы термин но в живых организмах он приобретает уже функциональные свойства вот например если человека поделить пополам то у нас получается значит правая и левая рука они похожи но их нельзя совместить ни одним поворотом поэтому это так сказать это явление диссиметрия диссиметрия да причем диссиметрия найдет не только с верхней огранки то есть с поверхности она уходит вглубь вы прекрасно знаете из химии есть и так называли за меры и поэтому есть такое понятие хиральность от слова хир рука по гречески то есть несовместимость мы не можем переставлять правую и левую половину тела это вызовет смерть понимаете вот это очень интегно это мы можем отдельно говорить о диссиметрии сделаем программы и память поэтому когда человек умирает лицо становится симметричная родственники не узнают своих родственников в моргах потому что они становятся симметричными вот почему вот это очень удивительное явление и я создал этот прибор этим прибором я измеряю коэффициент диссиметрии я дал даже такой вел единицу диссо от слова диссиметрии то есть вот когда дети нарождаются а я на своем сыне младшим это смотрел он как родился у него коэффициент диссиметрии был 178 через но и через месяц и начал над ним так сказать проводить ну они нормальные опыты потом значит к семнадцати к восемнадцати годам коэффициент диссиметрии снижается до 144 дис если мы берем допустим старых людей под 90 лет у них уже коэффициент диссиметрии где-то в районе 16 8 то есть видите что получается человек потеряет воду за жизнь теряет диссиметрию и теряет это сдвигается в человечную в кислую сторону вот и получается что если вы хотите быть здоровым молодым и красивым вы должны вот эту диссиметрию и сдвигать в сторону молодости притормозите развитие конечно остановить и даже но повернуть 5 тяжело но остановить это если с молодость и заниматься этим вопросом естественно и тут же возникает вопрос а чем надо эту диссиметрию восстанавливать восстанавливается она водой как ни странно это звучит это отдельная тема она очень интересная потому что вода также обладает диссиметрии потому что тетради вода это не просто молекула h2o там с углом 105 107 раз вода это уникальное явление во вселенной это единственное вещество которое обладает 57 аномальными свойствами такого больше нету на земле и в космосе нету причем вода она является информационной средой и энергетической средой то есть поэтому мы напитно мы же мы состоим в основном из воды поэтому я обратил на заострил внимание именно ли на изучение воды химических физических биологических и так далее свойств воды и обнаружились удивительные феномены вот сейчас современные современные экологической обстановке а я как токсиколог знаю воды на земле питьевой без токсинов практически не осталось уже потому что за эти 200 лет цивилизации люди отравили воду выбрасывая туда всевозможные отходы контаминанты всякие ксенобиотики то есть загрязнители и чуждые искусственные молекулы уже дошло до того что в околоплодных водах находят микрополимеры то есть уже начиная с внутриутробного развития ребенок растет в токсичной среде я уже не говорю что к сожалению это так поэтому существует очистка воды но сейчас какие применяют это фильтры и вот через фильтры от адсорбции идет там обратный осмос и и то на мертвую живую делят и ионизирует по это x потенциал понижает и так далее все это хорошо но после таких методов вода она становится как бы она чистый химический элемент неживая вода а по моей теории ну и по моим данным вода состоит ну и хим физики это знает прекрасно она состоит из колец самый максимальный из девяти колец потом она в тетрагедроны собирается но это геометрические такие фигуры и в тетрагедроны вращаются и они вращаются либо влево либо вправо поэтому коэффициент диссимметрии воды зависит от того где где находится этот это вода источник источник вода потому что я своим диссимметрометром измерял воду где бы я ни был соединенных штатов монголии в израиле где я брал всегда воду и смотрел на коэффициент диссимметрии так вот что я обнаружил что оказывается вода в водопроводах всего мира она симметричная ну условно говоря мертвой самым высоким коэффициентом диссимметрии обладает вода ключевая вода там до восьмерки доходят процент диссимметрии но самое высокое это находится в исландии во льдах который замерзли 200 тысяч лет назад там до 16 доходит больше коэффициентами максимальные больше на земле нету но я создал прибор диссимметромет диссимметратор который повышает коэффициент диссимметрии до 144 достать ну то есть до 176 поэтому но такая вода по моей теории она была несколько миллиардов лет назад там 43 потому что я опять же исходя из моей теории уже уверен что вода момент зачатия жизни на земле именно диссимметрии воды повлияло на развитие жизни в современных условиях жизнь не может на земле появиться спонтанно но это отдельный разговор но я могу привести простой пример почему маленькие дети орут бегают кричат и визжат их все время колбасит потому что у них коэффициент диссимметрии очень высокий у них 178 176 им деваться не как пар который кипит а вот старики уже сидят не двигаются потому что они симметричные практически их них нету этого вот поэтому если мы воду будем пить и диссимметрированную то естественно все болезни значит ну то есть молодой человек не болеет ну как правило поэтому если вы пьете воду диссимметрирована то вы не будете болеть по сути чувствуете я молоды первое начнет допустим ребенок маленький пятилетний подходит к водопроводу набирает воду и пьет ее значит там коэффициент диссимметрии 2 3 ну примерно независимости от ph реток потенциала и так далее вот он ее пьет значит он вода рассасывается так сказать всасывается и коэффициент диссимметрии воды на это используется энергия его в коэффициент диссимметрии воды внутренней комеостаза он выравнивает на это уходит энергии а если это же ребенок него собственно диссимметрия тоже падает падает потому что вода она как бы это ну обычные так сказать явление поэтому когда ребенок пьет воду на него это не так сильно влияет а когда пожилой человек пьет воду из-под крана с коэффициентом диссимметрии 2 3 естественно у него коэффициент диссимметрии и так и низкий он еще с ним то есть водой человек себя или лечит и омолаживает или же он себя старит и это немножко странно звучит все обращают внимание на ph на ретокс потенциал на это самое на загрязнение так далее загрязнение имеют значение конечно огромное но вот диссимметрия является именно самым ключевым фактором в воде вот ну и я с удивлением обнаружил я же говорю все открытие делаются случайно как правило когда я делал судьи свои диссимметраторы то я обнаружил что но я как токсиколог опять же говорю у меня голова все время заточена в токсикологию значит мы взяли анализы крови анализы воды но химические там пестициды гербициды это соли тяжелых металлов ну и так так далее и когда она поставила на диссимметраторе 15 минут то мы опять взяли это так там токсинов практически не оказалось поэтому я на базе этого так сказать или дело открыл сделал несколько диссимметраторов куда же они делись а вот этот вопрос мне постоянно задают я на него пока ответить не могу я написал много статей по этому поводу что там происходит и трансмутация и аннигиляция и вода в кластерных системах своих прячет вот эти токсины но мне нужно искать деньги чтобы это исследовать доберемся и докажем куда-то но сам факт что они исчезают нас таблицы есть все доказать и она во первых становится вкусной у него в цвет такой голубоватый становится вы представляете вы пьете воду которая была на земле 150 миллионов лет назад например с коэффициентом 72 это примерно 150 миллионов а вот 176 и 44 это где-то 4 3 миллиарда лет назад конечно если взрослому человеку дать такую воду то из тела тоже меняет структуру или диссимметрию то есть конечно конечно и я обратил внимание вот на что когда пожилой человек под 70 80 лет так и больше видно 80 90 лет пьет воду с высоким коэффициентом диссимметрию 144 это примерно в 17 19 лет вот он эту воду выпьет его начинает тоже колбасить он начинает бегать в туалет и потом значит у него голова окружится но представляете в дедушку вселился 17 летний парень естественно его будет это но потом это все выравнивается и он начинает здоровее интересно гормональный фонд тоже реагирует на это все реагирует и все тело реагирует биохимические реакции анализы крови улучшаются и только за счет диссиметрированной воды это так сказать отдельный разговор мы посетим может отдельную передачу теперь что касается второй части живого тела ну смысле гидропротеинов это белок белки у всех живых существ на земле функциональные белки они все левополяризованы у нас в организме есть право поляризованные уграм отрицательных бактерий немножко у нас голове немножко есть печень и почка и регулирует право поляризованные белки этот ингибитор дау называется он ну это так сказать к чему я говорю потому что сейчас из-за того что люди создали огромное количество ксенобиотиков мы сейчас насчитываем по разным подсчетам полтора миллиона ксенобиотиков искусственных молекул но при этом они же вступают между собой в соединении это уже можно ставить знак бесконечности спокойно миллионами лет наши организмы живые вся живая материя на земле развивалась естественным путем и вдруг вот последние 200 лет стали выбрасывать огромное количество ксенобиотиков искусственных молекул то есть мы пьем едим носим дышим искусственными молекулами а фолдинг протеинов он идет мгновение что такое фолдинг фолд по-английски это укладка то есть мы берем допустим маленький белок тысячи килотальтон мы все прекрасно знают что мы состоим белки состоят из аминокислот у нас 20 21 считается по разным подсчетам аминокислоты которые делают белок так вот чтобы собрать один килограмм тысячи килотальтон маленький крошечный белочек методом перебора нам нужно 10 13 степени лет то есть времени жизни вселенной недостаточно чтобы сырин маленький крошечный а мы у нас в организме миллионы кило дольтон за несколько секунд минут собирается вопрос это называется парадокс левенталя вопрос как это наша наш организм делает ответа нет но я нашел его вот вы знаете кубик рубика кубик рубика это чемпион мира собирает за 8 секунд взрослый человек не может сутками собрать его и вот природа идет по этому алгоритму поэтому в кристаллографии все ответы черт четко совершил потому что у меня кристаллография на моем столе это как это учебник number one я люблю кристаллографию я доказал что основа в основе жизни лежит кристаллографии кристаллы с пятой осью симметрии ну это отдельный разговор так вот аминокислоты собирают собираются дваичные третичные четыричные структуры белка глобулы и так далее то есть мы состоим из аминокислот который построен в определенном пространственном порядке так вот почему катастрофически растет рак почему катастрофически растут аутоиммунные заболевания и хронические воспаления дегенеративные то есть человечество ослабло поэтому она пропускает удары даже таких слабых вирусов как коронавирус потому что наш токсикологический фон всего всех живу живых систем на земле и организмах он резко упал за вот эти буквально 30-40 лет сначала как бы сопротивлялся еще за счет старых так сказать резервов но сейчас иммунитет уже наш не может бороться и против вирусов и против токсинов и против радиации и так далее поэтому наша наша живая материя ослабла за счет токсинов это самая большая наша беда и поэтому назрела необходимость срочно составлять токсикологическую карту земли воды каждого вот есть иммунологический статус я считаю нужно у человека сделать токсикологический пас посмотреть сколько же в нем ксенобиотиков находится вы знаете что трупы современных людей сейчас не разлагается уже по 20-30 лет могилах потому что на тела современных людей напичканы ксенобиотики вот зайдите в магазин там все упаковано пропитан все синтетик поэтому для того чтобы выжить в этой среде нужно обязательно пить диссиметрированную воду а вот интересно миша ты сможешь составить такую карту принципе могу но для этого нужно естественно финансы и поработать с биохимиками конечно можно а вот интересно как вот к твоей теории относятся европа тот же израиль ученые по крайней мере ну и россии но дело в том что я не выхожу за рамки каких-то меня на чистая наука то есть я работаю с химическими веществами с физическими факторами и поэтому я они я им не противоречу они на меня обижается только когда я клинические результаты показывают это потому что я считаю что к сожалению опциональной врачи не могу не мы не имею права так говорить но я просто хочу сказать что западная медицина она хороша кардиохирургии нейрохирургия трансплантала да нет проблем лечите на здоровье а хроническую то патологию кто может лечить а вот кстати если взять микробиота нашего кишечника как она реагирует вот на все то что происходит до что происходит значит смотрите я еще раз говорю вот я говорил вам про ему на пластику у нас бактерии делятся на дружественные бактерии условные патогены и патогены у нас в кишечнике живет и столбняк живет столбнячный так и бешенство и так далее у нас живут диатомии там археи что они там забыли археи диатомии это первые живые существа на земле поэтому когда говорят в тибетской медицине что человек это ну и аюрведа говорит что человек это микрокосмос то есть у нас происходит точно те же процессы что происходит и в космосе я нисколько не удивляюсь почему у нас допустим у человека ну в общем я могу сказать что человек скроен очень крепко это надо додуматься и догадаться как над ним издеваться чтобы он разрушался и поэтому кишечник у нас основная защита от внешней среды мы же ведь если посмотреть на нас у нас микроби покрывает тело слизистые кишечники так далее то есть причем количество микробных тел больше чем клеток нашего тела во много раз так получается что мы находим наше тело находится как бы прослойка между двумя этими бактериями так сказать слоями и они нас защищают поэтому мы можем собственно говоря защищаться только с помощью бактерий от внешней среды поэтому я создал симбионты которые основаны доминации было сопрофитов и сопрофиты и дрожжи вот я взял наш национальный напиток калмыцкий я из калмыкии рода значит я взял чиган но до этого мы брали хорунге хорунге это по-монгольски и по-бурятски напиток национальный но мы и я взял калмыцкий наши напиток напиток чиган и взял оттуда самые то есть самых жизнестойких и так далее симбионты причем удивительным способом наши предки они были очень умны как готовился этот напиток у входа в кибитку стоял стоял этот самый тазик с молоком с корови каждый гость который приходил мыл руки в этом молоке и проходил дальше и вот это молоко сбраживалась там вот эти симбионты они группировались и образовывали симбиот дружественных бактерий патогены там не живут практически но есть там дрожжи там есть сапрофиты комменсалы муталисты и прочие товарищи и поэтому вот единственный напиток в мире это наш который стоит нестерильной таре месяцами неделями так вот я взял оттуда бактерии сделал из них таблетки это мы еще в бурятии делаем и в каждой таблетке 12 миллиардов микробных тел то есть это примерно ведро кефира если на кефир вы же не сможете ведро кефира выпить нет а таблетки можете 2 и 3 поэтому во первых у вас то вы навливается микробиота во вторых это микробиота она восстанавливает иммунитет вот как раз иммунопластикой занимается потому что микробиота она либо т и b лимфоциты так сказать и корректирует ли ему на глобулины и клеточек в моральный иммунитет поэтому мы получаем такие удивительные результаты человек пьет диссиметричную воду принимает эти таблетки начиная с перинатального периода то есть с новорожденного ты они практически аллергии проходят там куча болезней проходит и поэтому я хочу к вам вернуться во первых спасибо что меня пригласили мы с вами то давно знакомы и то что вот вы делаете и стиральную терапию и плюс нашу еще терапию она работает где 10 раз лучше потому что мы сразу же заменяем как бы но не не заменяем корректируем микробиоту а вот микробиота пластика это наверное твой термин иммунопластика это мой термин да и увел специально а вот расскажи пожалуйста вот главный буддист россии наградил тебя грамотой как-то тут буддизм и вот это вот вся терапия они как-то стыкуются связано да это хамбо лама мне наградил за как он написали там за величайший вклад в дело тибетской медицины я дед и тибетскую медицину изучают практически со школы еще и вот почему я говорю я хотел соединить тибетскую медицину и западную медицину вместе так вот дело в том что тибетская медицина это я считаю бриллиант знания человечества его надо постоянно как говорится пропагандировать и внедрять но она немножко сложновато для современного человека и немножко термины архаичные и поэтому если мы сможем как бы ее осовременить да то тогда ее каноны надо внедрять причем удивительно еще раз повторяю тибетская медицина очень просто говорит о всех вещах великих так сказать например бывает на день на на свете чудодейственных средств это либо обогащает либо обольщает круто круто дальше они говорят что если мы вылечим кишечник мы вылечим все потому что раньше это раньше не извиняюсь что это говорю насмехались над тибетской медицины а сейчас уже не до смеха сейчас американцы уже этим увлеклись они же как говорится на восточную медицину ты с высока поглядывали сейчас вроде успокоились берут наоборот на себя так вот тибетской медицине есть рецепт что если у вас есть болезни кишечника слизи и ветра то вы значит должны принимать кал волка грифа собаки и другого человека для западного человека это звучит дико но никто вас не заставляет ложками извиняюсь фекалии есть а вот и высушивает и так вот выяснилось что штаммы микробиота долгожителей она отличается от микробиоты обычных людей и американцы что сделали но не они опять же грисли по и идут хотя я хотел сказать как мы с вами разговорились о чем отличается западная медицина от российской и вот и от восточной это за за как сказать за протокол там по протоколам работает там гибкости такой нет увлечения вот сказано так делать и все так вот и если сейчас выясняется что они делают берут штаммы вот этих фекалий долгожителей тиражирует их и рекомендует давать на опять же они не понимают одной вещи что микробиота она складывается у каждого человека индивидуально с момента рождения и поэтому для того чтобы ее регулировать пластикой заниматься нужно знать как это делать а если вы даете дадите бифидом 1 допустим или лактобактерию нот как ничего не ничего не сделаешь в этом самом микробиологическом мире надо вести себя не как слов посудной лавке поэтому наши микробиотик микробиотики и симбионты мои но они называются по моей фамилии симбионты кутушева мы значит именно этим и занимаемся поэтому жуткие аллергии допустим что такое аллергия это гипераллергическая реакция лимфоцитов и лейкоцитов на свои же так сказать аутоиммунные заболевания то есть сами себя атакуют а при аллергических реакциях то есть получается отек квинке там дерматиты и так далее или не дай воз дробно или то есть несколько типов реакции быстрые реакции медленные вяло текущие в иммунитете михаил дар владимирович а скажите у вас вы академик скольки академии вот интересно вот это очень интересная тема ну академик европейской академии естественных наук и российская академии естественных наук потом академик авторов и изобретений и открытий и ну много в общем всяких то конечно коха кохом меня наградили медалью коха за изобретение у меня 79 патентов потом патент по почке по искусственному организму да но у меня есть американские писете европейские патенты по я изобрел уже работаю еще всклиффе советской власти изобрел искусственную печень почку на к на основе картриджной технологии слушай хотя бы вот сейчас программа вроде нас затянулась немножко но скажи пожалуйста вот о профилактике вирусной вот чтобы те кто нас смотрит хоть и что-то вот взяли кроме вот той информации которые ты даешь чтобы взяли еще что-то что можно применить дома домашних условиях ну во первых у меня несколько статей посвященных коронавируса за это за и раньше и в книгах я описывал коронавирус и так далее я хочу что сказать домашних условиях для того вот все пациенты на наши потребители симбиотов мои никто не заболел практически коронавирус потому что мы вот этот иммунитет и который 80 процентов в первых угляшках мы его постоянно ремонтируем пластикой занимаемся это раз второе если вы хотите профилактику берете спрей обычный нос который у нас там или в горло про и брызгает выливаете наливаете воду туда диссиметрированную но можно кипяченую туда 8 капель метиленовой синьки сбалки но я когда всклифе работал токсикологии мы внутривенно его вводили для меня все мои препараты из нелинейной медицины также основаны на красителях и пигментах которые круче но я не могу говорить я могу говорить только о метиленовой синьки спреер несколько раз в нос утром в обед и вечером и никакого у вас вируса ничего не будет причем даже не знаю оставить или нет лечить можно спреерами потом у меня есть еще мои миандроны вы знаете которые на аэро ионах подышишь несколько секунд и все эти погибают вот так это домашние то есть симбионты вода диссиметрированный спрей вот этот и все и мысли хорошие в голове имеет самое главное к сожалению мы временем ограничены михаил большое тебе спасибо за то что ты уделил нам время за то что ну я бы чисто по-человечески сказал я видел твоих пациентов которые очень хорошо отзываются и я тут совсем недавно а еще недавно вчера разговаривал с германией и когда я упомянул что завтра я вот это время занят потому что встречаюсь вот с михаилом кутушевым они видно подпрыгали там на стуле тимофеевич обязательно будем смотреть тимофеевич передавай привет и как только откроются границы мы хотели бы его увидеть у нас германии вот давно вот данная аудитория которая но девушка представляла она говорит вообще я говорю ну я думаю что придет время и мы пересечемся а еще и злопыхатели мои там в интернете пишут но дело в том что всегда всегда такое бывает профессионально причем пишут профессионально скорее всего это коллеги как-то говорят по-калмыцки вода яхов а то как же но я знаете что хотел сказать вам благодарность великую потому что в моих учебниках по нелинейной медицине я все везде пишу что не поправив позвоночник не поправив механический вы можете хоть и любые лекарства давать ничего не получите а если наоборот поправить и позвоночник особенно аксесс и висцеральную терапию вашу вашу это тогда любые болезни отступают спасибо да не за что до встречи спасибо вам тоже за то что пригласили большое спасибо всем до свидания до свидания спасибо 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 scanner